Здравствуйте! В эфире «Нефтьюганск» 5-й созыв. В студии Светлана Ряписова и в начале короткие новости из Городской Думы. К депутатам обратились представители региональной общественной организации «Защита прав потребителей Югры». До некоторых пор они занимали помещение площадью 4 квадратных метра по адресу 13-7. В тех условиях мог вести прием горожан только один человек, хотя, по словам активистов, нефтьюганцы часто обращаются за помощью и получить ее могут бесплатно. Народные избранники утвердили решение предоставить в безвозмездное пользование кабинет в 23 квадрата по этому же адресу. Эффективность в чем здесь измеряется? Здесь эффективность, наверное, в количестве защищенных прав измеряется. Очень многим людям удается досудебно разрешить споры, то есть прийти предпринимателю и сказать, что вот претензия, возьмите, пожалуйста. И если предприниматель разумный, то он, естественно, пойдет на мирное урегулирование спора. Местные парламентарии обсудили проблему лекарственного обеспечения отдельных категорий горожан. Льготники зачастую не могут взять в аптеки выписанные врачом препараты. По словам специалистов, первая трудность, которая возникает, это позднее проведение аукционов. Занимается этим управление лекарственного обеспечения Департамента здравоохранения Югры. Как правило, торги проходят в феврале, а поставки только в марте. В этом году в Нефтьюганске решили эту проблему с помощью выдачи препаратов заранее. В дальнейшем планируют монетизировать льготу. Врачи, общественность врачебная, предложила губернатору изменить федеральный закон о лекарственном обеспечении. То есть монетизировать, отдать деньгами, оставить какие-то, ну вот, всем на залоги, да, высокозатратные. Остальное все рационально рассчитать и людям отдать. Депутаты считают нужным доработать окружной закон об установлении дополнительных ограничений времени и мест продажи алкогольной продукции. Точнее, в праздники и дни проведения массовых мероприятий полностью запрещать торговлю горячительными напитками. Специалисты изучили опыт Тюмени. Там во время народных гуляний невозможно купить алкоголь. Мера эта достаточно действенная, считают парламентарии. Ведь у нас в каждом ларьке, а когда мы закрываем торговлю вечером, у нас во всех магазинах открыты какие-то непонятные бары, как торговля шла, так и идет. Если вы хотите, мы можем даже все-таки разобраться где-нибудь в городе, поставить один специализированный вон магазин, площадей хватает. Пусть они там открывают отдельно себе лавки, но конкретно это по времени отработались и закрылись. Я поддерживаю идею закрытия в праздничные дни торговлю. Это, во-первых, и пример. То есть все праздники, они, как правило, семейные. То есть люди выходят семьями. И когда дети видят, допустим, пьянствующие элементы, они для себя тоже делают определенные выводы. Хот-дог за 90 рублей. Народные избранники обеспокоены организацией питания в жемчужине Югры. Напомним, на предыдущем заседании городской думы депутаты запросили подробный отчет о деятельности Центра физической культуры и спорта. В этот раз парламентарии вновь вернулись к этому вопросу. Документ предоставили, однако, по их мнению, он подготовлен некачественно. Далее без комментариев. Не увидел медицинский контроль раздел, то есть серьезный объект. Не увидел отдела безопасность по штатным единицам, по кадровому резерву. И нет проблемных вопросов. Поэтому считаю неполным и отправить на доработку. Я не знаю на сегодняшний день, сколько штатных единиц на данном объекте. Соответствует ли штатное расписание тем пожеланиям, директора, который сегодня руководит данным объектом. Дальше. Я не увидел работу тренировочных групп. Я так понимаю, у нас же мчужины, ведь ведут занятия еще и детские спортивные школы. Если все очень детально и подробно описывать, то и времени уйдет очень много, и энергии затратится много. У меня есть другое предложение. Мы сейчас, допустим, конкретизируем еще ряд вопросов, которые в отчете должны быть освещены. И по итогам, значит, появления документа обратно, доработанного собраться все-таки с выездной комиссией на жемчужину игры. Кто за данное предложение, прошу голосовать. Новое жилье, торговые центры и расселение горожан из аварийного фонда. Эти вопросы депутаты обсудили на постоянной комиссии по городскому хозяйству. 19 нефтеюганских семей, дома которых признали опасными для проживания, в ближайшее время получат квадратные метры в капиталках. В муниципальную собственность уже переданы квартиры, которые в марте подлежат заселению. В 2014 году заключен 61 муниципальный контракт на долевое участие в строительстве жилых домов. После завершения возведения нефтеюганск получит 40 однокомнатных квартир, 13 двушек и 8 трешек. К тому же в начале этого года подписали договоры еще и на 19 двухкомнатных квартир в 17 микрорайоне. В рамках программы обеспечения доступным комфортным жильем в 2014 году муниципальному образованию для реализации выделено 198 млн 507 600 рублей. Размер средств местного бюджета, выделенных на реализацию в рамках программы составил 22 млн 56 400 рублей. Обеспечить переселенцев из аварийного жилого фонда комфортными квадратными метрами сегодня основная задача. В прошлом году по инициативе депутата Рафаэля Галиева ввели активную работу по признанию деревяшек ветхими. Сейчас разработан перечень мероприятий, другими словами дорожные карты, по реализации намеченных планов. Сегодня мы не услышали у каких мероприятий подошел срок исполнения. Какие ответственные лица исполнили данные мероприятия, а какие нет. Кроме того, в материалах отсутствуют сами дорожные карты, которые по сути мы должны были сегодня с вами здесь обсуждать. Информацию директора департамента ЖКХ Дмитрия Мельникова депутаты приняли к сведению, но только с протокольным поручением. К следующему заседанию комиссии по городскому хозяйству представить утвержденный план мероприятий и рассмотреть на мартовском заседании Думы. На повестку дня также вынесли вопрос о земельных участках, планируемых по строительству объектов общественного назначения. Народных избранников интересовало, предполагается ли в Невтеюганске возведение крупных сетевых маркетов, вроде Ашана и Меги. Территория СУ-62 торговый центр у нас в прошлом году торговался, желающих не было, в связи с тем, что зона еще недостаточно освоена, а желающим почему-то не оказалось. Значит, мы его попробуем выставить повторно, а именно зона аэропорта у нас сейчас готова, после утверждения проекта планировки, будет выполняться межевание, оценка и по срокам мы выходим на сентябрь этого года. Что касается целевого использования земельных участков, выделенных под строительство жилья и объектов социальной сферы, то в 2014 году провели пять аукционов. Четыре под развитие застроенной территории в 11, 4, 5 и 6 микрорайонах и один под комплексное освоение 9-го А. Общая площадь участков под строительство составит по развитию застроенной территории 60 071 квадратный метр. Сумма полученная от аукционов составила практически 11,5 миллионов и комплексное освоение это 49 244 квадратных метров в 9-м микрорайоне. Сумма аукционов составила 49 224 тысяч. Торгов по социальной застройке города в 2014 году проведено не было. Сейчас осваиваются те земли, которые были проданы раньше под возведение детских садов. Сельское хозяйство в районах рискованного земледелия. Нефтеюганские фермеры доказали, что заниматься крестьянским трудом на севере не только можно, но и выгодно. Как реализуются государственные и муниципальные программы развития агропромышленного комплекса, депутаты обсудили на заседании комиссии по экономическому развитию. Производство молока увеличилось почти на 30%. В прошлом году фермеры реализовали около 1300 тонн молочной продукции. А вот экологически чистых яиц аграрии продали больше 250 тысяч штук. Сегодня агропромышленный комплекс Нефтеюганска представляет собой 33 объекта, 8 личных подсобных хозяйств и 25 индивидуальных предпринимателей. Объем финансирования мероприятий вышеуказанной программы за счет средств автономного округа по муниципальному образованию. В 2014 году составил 35 миллионов 774 тысячи 645 рублей. Меры государственной поддержки агропромышленного комплекса обеспечили рост производства, отметила Ольга Корикова. С фермерами заключены 53 соглашения и 83 дополнительных договора о предоставлении субсидий. Выделенные средства освоены в полном объеме. Субсидирование нашей сельскохозяйства взяло на 35 миллионов 36. А выручка от реализованной продукции, а также от всех фермерских хозяйств 57 миллионов составит. Каковы ваши прогнозы по поводу увеличения объема реализованной продукции в будущем и необходимости субсидировать в дальнейшем? Развитие вот этого направления – это обеспечение все-таки населения качественной продукцией, в том числе и экологичной, а не столько, скажем, получения доходов. Местные фермеры – активные участники городских и окружных конкурсов. Так, в течение прошлого года они приняли участие в двух овощных ярмарках и выставке товара земли нефтеюганской. Кроме того, каждую неделю организуют так называемый рынок выходного дня. Вы заметили, что стали уже недельные ярмарки наших местных фермеров на площади, около отдела по вопросам предпринимательства, около здания 223. Причем это тоже непросто далось, потому что фермеры больше были настроены на то, чтобы больше времени находиться на хозяйстве. Информацию о развитии агропромышленного комплекса и реализации программ депутаты приняли к сведению. В целом, работа администрации по поддержке предпринимателей положительно сказывается не только на улучшении производства, но и обеспечении населения полезными продуктами. Доходная часть городского бюджета после уточнения увеличилась на 2 миллиона 160 тысяч рублей. При этом плановое назначение годовых показателей составит 6 миллиардов 354 миллиона. Комитет культуры увеличивает расходы на 14 миллионов рублей. Полтора направлены из округа на приобретение костюмов, светового оборудования, постановку спектаклей и гастрольную деятельность. Порядка 12 миллионов потратят на проведение мероприятий, посвященных празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. На 600 тысяч закупят сувенирные продукции и еще столько же уйдет на организацию спортивных соревнований. Департамент образования увеличивается расходы на 14 миллионов 257 тысяч 372 рубля. Дополнительно выделяется за счет средств округа 400 тысяч рублей для участия во всероссийской поисковой экспедиции вахта памяти. И 700 тысяч рублей это по наказам также избирателей на приобретение мебели и жалюзи для среднеобразовательной школы номер 5 и детского школа сада номер 24. Этим летом в Нефтьюганске откроется палаточный лагерь. Депутаты неоднократно обсуждали возможность организации летнего отдыха юных нефтьюганцев именно в полевых условиях. Сегодня решение принято. По подсчетам специалистов на это понадобится 2 миллиона рублей. Открытие площадки планируется в июле. Работать будет несколько смен, каждая по 5 дней. В палаточном лагере отдохнет 90 старшеклассников. Нам необходимо приобрести палатки, 12 палаток, в том числе 8-4 местных для проживания детей, спальные мешки, вкладыши и так далее. То, что необходимо с обязательным учетом химической чистки. Обустройство лагеря, которое предусматривает подготовку территории, это выравнивание, трамбовка и так далее, развивка на зонирование и обеспечение, конечно, безопасного питания. Норматив стоимости 5-раза должно быть 5-разовое питание. Норматив составляет 503 рубля на одного ребенка. Вопрос кадровых изменений стал главным на очередном заседании депутатского корпуса. Еще в середине ноября Андрей Белокони решил для себя оставить должность заместителя председателя городской думы. Этот пост он занимал с начала работы парламента 5-го созыва. Очередное заседание народных избранников традиционно началось с обсуждения повестки дня. Последний 24-й вопрос об избрании заместителя председателя думы вызвал ряд предложений. Первое внес депутат Александр Бессонов. Сейчас во всей стране идет кампания по сокращению бюджетных затрат, поэтому должность заместителя председателя думы я предлагаю сократить в целях экономии, а ввести должность руководителя аппарата и по совмещению заместителя главы города. В случае отсутствия главы города временно заменить его могут председатели постоянно действующих депутатских комиссий, считает Александр Бессонов. Однако среди его коллег нашлись оппоненты. Считаю, это должность нужна. А если уж говорить о оптимизации расходов, то это надо поручить главе администрации, которая у себя найдет, кого сократить, в случае, если этот вопрос стоит на повестке дня. Поэтому я предлагаю оставить данный вопрос 24-й повестки дня. О досрочном прекращении полномочий заместителя председателя думы депутаты проголосовали единогласно. Следующий вопрос о выборе нового вице-спикера также не вызвал споров. Кандидатуру из числа народных избранников предложил Николай Цибулько. Заместителем председателя думы города Нефтьюганска избрать Галиева Рафаэля Флавитовича. У кого какие будут предложения по данному опыту? Рафаэль Галиев сегодня возглавляет одну из ключевых думских комиссий по городскому хозяйству. В ходе обсуждения вопроса депутаты отметили высокий профессионализм парламентария. Всегда все документы по комиссии готовил объемно и раскрывал материалы. Поэтому один из самых, даже можно сказать, самый у нас работящий из всей дома. Я поддерживаю тоже кандидатуру Рафаэль Флавитовича. Считаю, что он очень многое сделал для города и в будущем еще сделает. Ну и, конечно, будет помощником для главы, действующего главы Николай Фимовича. Решение об утверждении Галиева в новой должности приняли не единогласно. Один из депутатов воздержался и один выступил против. На этом все. Мы старались отразить самые значимые события из жизни депутатов городской думы и их избирателей. Парламентарии представляют интересы горожан перед властью. К ним вы можете обратиться и их вы должны знать. А я с вами прощаюсь. Смотрите «Нефтьюганск. Пятый созыв» через две недели. Всего доброго, удачи и до встречи.